Я пытаюсь рассказать про инструментальную этику мастера. Слово инструментальное в ней важное. Оно означает, что эта этика не как синоним слова мораль, а как инструмент, которым мастер пользуется для того, чтобы игра оставалась игрой. Чтобы говорить об этике мастера, нужно понять одну такую вещь. Это мое личное мнение. Даже внутри игр действия у нас есть дискуссия на эту тему. В общем, я свою позицию буду рассказывать. Есть ключевой момент, который отличает игры, которыми мы занимаемся, от других разных мероприятий. То есть инструментальных тренингов, театра, кино, спорта, чего-нибудь там еще другого. Это мера свободы, которой обладает игрок. Идет от того, что такое. Во-первых, игра свободу позволяет. Она дает технические инструменты для того, чтобы игрок действовал исходя из своих собственных мотиваций, а не исходя из мотивации, которые прямо ему предложены организаторами. То есть если мы играем в футбол, то игроки действуют исходя из конкретной четкой мотивации. Мячик должен быть в воротах. Если мы снимаем кино, то у нас есть сценарий, который придумал режиссер. И свобода игроков, ну не игроков, а актеров, она сводится к мимике небольшим вариациям текста. Ну, очень-очень-очень узкой. Вот. Значит, когда мы делаем игру, мы, в общем, свободу игроку можем дать любую. То есть он может сам, например, выбирать, что он считает для себя стимулом, какую он ставит себе цель, что он делает и чего он не делает. Это не в любых играх так. То есть, например, какой-нибудь инструментальный тренинг продаж, он не подразумевает такого. Ну, мы ими не занимаемся, я сейчас пример привожу. Ведь когда мы используем тренинг продаж для воспитания на ВК, например, там, переговоров, люди помещаются в ситуацию, она совершенно четко срежиссирована, и каждому участнику дана какая-то конкретная цель, например, там, продайте мне полисос. И, ну, то есть, получается, что игрок, находящийся в ситуации, я все время скатываюсь на слово игрок, он не выбирает, что он собирается делать и ради чего он, он занимается только вопросами того, как. То есть, если переводить на термины, там, знания, умения, навыки и компетенции, то он тренирует знания или умения, или, там, демонстрирует, что, там, у него навык высокий, там, что-то такое. Значит, почему? Потому что тут я опять использую неканоничное определение компетенции. Я считаю, что самое дефицитное, что, там, не хватает людям, которые принимают других людей на работу, это умение самостоятельно решать проблемы определенного класса. Потому что вот есть, не знаю, там, скажем так, позиция дизайнера, и он должен самостоятельно уметь решить задачу бизнеса средствами дизайна. Ну, то есть, важно, что он самостоятельно умеет решать проблемы. Нельзя научиться самостоятельно решать проблемы, имея постоянную привычку, что вам говорят, что именно надо сделать. Нужно самому определить свое поле для деятельности, самому выбрать средства, самому понять, какие нужно себе раскачать скиллы, самому принять решение, что нужно не отступать, или самому принять решение, что нужно сделать перепостановку, и, ну, все делать самому. Это означает, что в реальной жизни рамку внешней ситуации каждый человек держит себе сам. Игра нам позволяет делать так же. Это с одной стороны. То есть, с одной стороны, мы можем сделать игру, в которой у игрока будет абсолютная свобода. Это имеет некоторую цену, но эта цена в том, что чем больше свободы мы даем игрокам, тем меньше игроки концентрируются, ну, тем меньше концентрации. То есть, это значит, что тем меньше процент игроков у нас что-нибудь из игры вообще вынесет. То есть, если мы сделаем игру абсолютно свободной формы, например, у нас с Колей и Римко есть такое, значит, развлечение, называется Вики игры. Это игры, предметом которых являются правила. То есть, это игры, в ходе которых правила меняются, и их меняют игроки. Это такой крайний вообще случай свободы в игре. И надо сказать, что если мы возьмем и неподготовленного человека все это дело подгрузим, то будет такой вообще полный фарш. Ну, никаких особенных выводов он из этого не сделает, потому что привычки держать рамки у него нет, привычки извлекать опыт из произошедшего у него нет. И в результате, ну, игра растекается в лужицу. Поэтому какие-то границы свободы мы все равно определяем. И этика мастера, она, ну, про вот это, про то, как игроку дать свободу, ну, как ему дать понятие, где заканчиваются рамки игры и начинается воля игрока. И это, ну, достаточно сложная материя. Это, ну, достаточно внутренняя вообще такая замерочка, игр техники. Она, ну, она часто очень встречается. Например, у нас есть такой тренинг, команда образования, называется сталкер. И есть очень простые рамки игры. Мы говорим, что у нас есть там в игре одно правило, когда мастер сказал эффект, ну, то, чем сказал дальше, произошло. Никаких других правил игрокам вообще не говорится. То есть все остальное, ну, отдается им наутку. Но при этом в игре есть четкая логика, которую руководствуются мастера, когда демонстрируют игрокам реакции внешней среды. Ну, слово у нас называется сталкер, потому что мы играем в примерно пикник на обочине Стругацких, и там есть зона, она как-то реагирует на действия участников. Они ходят командой, ну, и, в общем, там тренинг, он построен на том, что нужно распределить роли, потому что если там толпой лезть в зону, то через некоторое время обнаруживается, что вся команда лежит там покалеченная в зоне, вытаскивать некого, что произошло никому непонятно, и, ну, при этом зона функционирует по конкретным законам. И, ну, к концу тренинга они там примерно понимают, что для того, чтобы с зоной взаимодействовать, нужно иметь одного скаута, который, значит, пошел, значит, вляпался, нужно иметь одного человека, который сидит, значит, фиксирует, там, почему он вляпался, записывает окружающие феномены, нужно иметь человека, который командует скаутом, потому что он видит ситуацию лучше, чем он у других ракурсов, нужно иметь еще двух парней, которые, если что за скаутом слазят, его оттуда достанут, нужно иметь интервентаризацию артефактов, которые они достали из зоны для того, чтобы, если что, отличиться, нужно иметь исследовательский корпус, который с этими штуками, значит, там, возится и понимает, как они там работают и так далее. Но, возвращаясь, значит, к этике, большой проблемой является то, что игроки должны доверять мастеру и понимать, что вот конкретный феномен, с которым они сталкиваются, он или позволен к изменению игроками, или является нарушением правил игры. Это достаточно часто бывает, когда мы работаем с какой-нибудь мотивацией, то есть, когда мы, например, ну, я расскажу еще одну игру, у нас была такая игра, давно, что еще называлась «Человек действий», она была про мотивацию на действие. Ну, здесь такие люди, которые хотят хотеть. И, ну, осознаете это как проблему, значит, и, ну, мы делали игру, которая, ну, вот, с этим работала достаточно там давняя, и они попадали там в такую ситуацию. Им в первом этапе игры четко говорилось, что вот есть правила, которые позволяют вам что угодно делать, значит, и что есть мастера, и когда мастера что-нибудь говорят, надо слушаться, а есть игротехники в поле, значит, и когда они говорят, они просто персонажи, с ними можно как-то там взаимодействовать. При этом понятно, что они слушались всех в результате. Ну, то есть, когда игротехник им говорил, ну-ка, там, упал, отжался, он, ну, падал, отжимался. Это для нас было некоторым тогда, значит, удивлением. Это были наши, там, одни из самых первых коммерческих тренингов, и мы очень удивлялись. Ну, когда мы его проектировали, мы думали, что вот здесь будет такой этап, здесь на игроков будет оказываться давление, игроки будут сопротивляться, в этом сопротивлении, ну, будет раскрываться там их какой-то внутренний потенциал действий, и когда мы первый раз оборудили, мы обнаружили, что они вообще не сопротивляются, что Релевик был в этом месте, значит, начал придумывать там козни, никаким образом, не знаю, избежать давления, выкрутиться там, отбрехаться, или что-нибудь, ну, сделать, там, не знаю, избежать, подраться там, ну, встать в какую-то деятельную позицию. А игрок, который, ну, не знаком со всей этой субкультурой, он просто начинает делать то, чем им говорят, несмотря на то, что он не обязан этого делать, ну, просто потому, что он подразумевает, что раз это говорит один из организаторов игры, значит, так и надо. И вообще, люди, которые в игры, ну, играют редко, они очень многое про что считают, что так и надо. Ну, то есть, вот, если есть кто-нибудь, кто уверенно заявляет некоторую позицию, надо к ней присоединяться, потому что, наверное, этот человек, ну, демонстрирует мне правила окружающей действительности, к которым, ну, я должен присоединиться. И, ну, то есть, это и в жизни так, да, то есть, когда, ну, сталкиваешься с какой-нибудь, там, не знаю, бюрократией, и тебе кто-нибудь уверенно говорит, вот, идите вот туда, там вам все скажут, здесь там не надо, ну, обычно человек, как человек, не имеющий специального навыка, но он послушается, потому что человек очень уверенно ему заявил. Наверное, это такие правила этого места. Нужно их выполнять, если я считаю, там, что я, там, законопослушный такой человек и так далее. Но в реальной жизни ты всегда знаешь, что можно, в общем-то, не согласиться, это будут последствия за свой счет. Ну, и правила окружающей действительности ты не нарушишь, ну, потому что ты, там, ничего не сможешь сделать с гравитационной постоянной, ты, там, ничего не можешь сделать с законом сохранения, там, ну, и так далее. Там, с законами, там, человеческой памяти, и прочими всякими вещами. А в игре ты не понимаешь, где заканчиваются границы реальности, и начинается твоя свободная воля. И вот эту границу этика мастера должна очень четко, как бы, определять. И поэтому, когда мы игру делаем, мы всегда стремимся сказать, что вот это правила игры, вы их соблюдаете, а все остальное можете делать, что хотите. И, ну, и все равно игроки думают, что все дальнейшие физфеномены, когда, ну, они сталкиваются с кем-то, действительно, игроки склонны домысливать себе дополнительные ограничения. Они думают, что, ну, так это предполагается, а потом после игры, ну, говорят, так вы же, ну, предполагали, что мы, ну, вот, залезем вот в эту глубокую яму. И когда мы к нам говорим, вы слушаете, а что, правилами это определено? Я скажу, ну, как? И это плохо, потому что они, ну, это сложно отрефлексировать. Для того, чтобы игрок взял себе в опыт то, что с ним произошло, он должен понимать, что он действовал собственной волей. То есть он должен осознать до его, до его время или после игры, что его действия, это, ну, именно его действия, и что он их сделал не потому, что он в правилах не разобрался, а потому, что он для себя сам принял такие ограничения, и этот конкретный игровой стимул воспринял для себя как важный, и на него среагировал. Вот. Ну, вот я тут что хотела сказать о, значит, этике мастера. Если я еще раз поговорю, значит, есть ключевое, ключевое отличие игры от всех других интерактивных жанров это мера свободы, которую мы можем дать участникам. Она может быть очень большой, мы можем ограничивать ее правилами сюжетом, вводными, значит, игрока и так далее, но важно, что мы должны четко давать понимать, где границы игры заканчиваются, мы не должны его никогда в этом месте обманывать. Мы, по возможности, не должны за него определять его мотивацию, потому что, ну, если мы можем это сделать, это не будет неэтично, но если мы это делаем, то мы лишаем игру ее специфичности. Ну, оказывается, то есть, если мы в игре определяем игрокам мотивацию, практически всегда это значит, что можно было решить, ну, дать игрокам опыт с помощью более простых инструментов, чем игра. Ну, то есть, провести им просто лекцию, например, или там провести им какое-нибудь упражнение, практику. И эффекта будет больше. То есть, игра дает эффекта больше, чем другие средства, тогда, когда мы даем участникам свободу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!